Может быть или не может быть Майдан? Я вчера слышал по одному из каналов, как эта девушка из фейсбука рассказывала, что вот если этот дом победит, то только фальсификация, надо мы всем выходим. Селёных им не хватит. Организовать Майдан против кого? Против власти. Потому что Майдан обычно против кого организуется? Против власти. Мы в оппозиции. Кто может организовать справа? Андрей Настасов, с которым мы выходили вместе на протесты? Ну поверьте, я думаю, что это был очень правильный шаг, когда мы выходили вместе на протесты. И выйдем ещё. Вот на следующий день будет протест, мы тоже там будем. А Майя Санду, никто организует? Унионисты несколько там, не вы. Я вот такой ясный. Вы правильно смеете. Я считаю, что вероятность Майдана после победы, нашей победы на президентской, очень небольшая. Вероятность, если вдруг там президент начнёт какие-то вещи, не знаю там, которые не соответствуют конституции, к примеру, вот спрашивали про соглашение об ассоциации, да? Если президент своим указом отменит, но это не легально. Тогда вот правые могут собраться и что-то там не сделать. Поэтому для отмены соглашения об ассоциации С нужно референдум. Я не случайно об этом говорю. Нужно, чтобы большинство граждан сказало, что вот так, идём этим путём. А перед этим, для того, чтобы не было вакуума, пойди, приговоры провести и так далее. Вероятность Майдана на сегодняшний день в Молдове возможна только в случае, если победит власть. Спасибо.